Пожар в школе в одном из сел Шамильского района. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Антисанитария и хаос с продуктами школы и детсады в Хасаюртовском районе ставят под угрозу здоровье детей. Помощь с любой проблемой. В Махачкале открылся второй в регионе семейный многофункциональный центр. Обо всех плюсах расскажем через несколько минут. Не мог подвести армию болельщиков Абдул-Рашид Садулаев одержал очередную героическую победу. Нагистанский танк в шаге от шестого золота чемпионатов мира. В селе Мачадаш Амельского района произошел пожар в школе. Огнем была охвачена крыша одноэтажного здания. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. К тушению оперативно подключились огнеборцы МЧС России. Помощь им оказывали около 70 местных жителей. Благодаря слаженным действиям пожарных и добровольцев возгорания удалось локализовать, а затем ликвидировать. В результате пожара никто не пострадал. Прокуратура республики организовала проверку в связи с возгоранием школы в селе Мачадаш Амельского района. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, а также в сфере обеспечения безопасных условий пребывания обучающихся в образовательной организации. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Батальону Каспии вручили боевое знамя. Торжественная церемония прошла в зале заседания парламента республики. Воинский атрибут командиру батальона Табиру Маликову вручил Сергей Меликов. Глава региона назвал военнослужащих Каспия гордостью республики. И заявил, что вручая им это знамя, дагестанцы уверены в том, что передают его в надежные руки. Боевой путь батальона Каспии уже является примером для мной. Вы, гордость Дагестана, и сегодня, вручая вам знамя, мы уверены, что оно в надежных руках. Наш батальон с честью выполняет все поставленные боевые и служебные задачи, твердо стоит на страже России. Мы понимаем, что путь, который выбрали военнослужащие Каспия, не излёт. Но вы, как и все военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, в каких бы видах вооруженных силах, в родах войск, в воинских частях, в подразделении, они не проходили службу, должны знать, что вся республика с вами, так же, как вся республика с семьями наших военнослужащих, так же, как вся республика с теми, кто, к сожалению, на сегодняшний день похоронил своих родных и близких, с честью отдавших свой войск и долг нашей Родины. В ходе мероприятия трое бойцов были награждены медалями за проявленное мужество. Один из них – посмертно. Командир батальона Табир Маликов поблагодарил всех дагестанцев за поддержку участников спецоперации. Добровольческий батальон «Каспий» был создан в 2023 году. В его состав вошли более 200 военнослужащих, которые сегодня успешно решают поставленные задачи в зоне СВО. В Дагестане более чем в два раза снизился оборот фальсифицированной молочной продукции. Об этом говорили на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Речь шла о продукции с высоким содержанием пальмового масла, вред от которого имеет отложенный накопительный эффект. Среди производителей фальсификата есть и известные бренды. Теперь планируется усилить контроль за качеством продуктов, особенно молочных, поставляемых в социальные учреждения. Это травмы дагестанского народа, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Я понимаю, у кого-то какие-то меркантильные интересы, кто-то хочет что-то подзаработать. Но зачем на здоровье людей-то заработать? Надо провести рейду энергетики во всех крупных торговых точках, где продаются молочные продукции. Напомним, что проблема с пальмовым маслом в Дагестане поднималась уже не раз. Год назад Роспотребнадзор обнаружил 11 тонн масложировой продукции, поставленной в детские сады и школы. Антисанитария и хаос с продуктами. Школы и детсады в селе Батаюрты и Покровское Хасаюртовского района ставят под угрозу здоровье детей. Эксперты Народного фронта выявили критические нарушения в трех учебных заведениях, и везде они идентичны. Нет горячей воды. Фрукты и овощи хранятся с нарушениями температурного режима, что приводит к их быстрой порче. Некоторые из продуктов находились рядом с моющими средствами. Народный фронт обратился к руководству района с просьбой срочно устранить нарушения. Почти половина из копчинок. А все, знаете, по такой цене? 130 рублей. 130 рублей, вот это вот, не получаете вот это. Помочь с любой проблемой. В Махачкале открылся второй в регионе семейный многофункциональный центр. Новая служба расположена на базе Республиканского центра социальной помощи семье и детям. Здесь, как в аналогичном учреждении в Дербенте, будет проводиться работа по принципу одного окна, что обеспечит комплексный подход к социальному обслуживанию семей с детьми, нуждающихся в поддержке. В МФЦ имеется уютная комната матери и ребенка. Есть уголок, где дети могут провести время, пока родители решают важные семейные вопросы. У нас уже есть опыт, очень плодотворный опыт работы такого же центра в городе Дербенте, который мы открыли в прошлом году. Эти центры нам удалось открыть благодаря поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Минтрут выиграл грант и благодаря этому удалось нам открыть эти наши два центра. Героическая победа на последних секундах Абдурашид Садулаев вновь заставил ликовать своих болельщиков. Дагестанский танк находится в шаге от своего шестого золота чемпионатов мира. На соревнованиях в Албании он выступает в категории ниже привычной – до 92 килограммов. На пути к финалу Садулаев выиграл четыре встречи, в том числе над олимпийским чемпионом из США Дэвидом Тейлором и иранцем Кямраном Гасимпура. «Видишь, как тебя любят здесь в Албании. Можно сказать, что это тебе придало силу на последнюю секунду вытащить?» «Конечно, такая армия болельщиков, я просто не мог их подвести, поэтому выложился. Сделал все для того, чтобы хоть очередь с ухватки». В финале Садулаев встретился с грузинским вольником Мирианием Айсурадзе. На награду высшей пробы также претендует еще один борец из Дагестана Магомед Магомаев. Хасавюртовец оспорит золотую медаль в весе до 79 килограммов. В схватке с Автандилом Кинчадзе из Грузии. А уступивший накануне в первом круге олимпийский чемпион Зауру Гуев будет претендовать на бронзу. Финальные поединки чемпионата мира пройдут сегодня ночью после 9 часов. В Махачкале дан старт четвертому сезону школьной футбольной лиги. На первом этапе команды выявляют лучших на внутренних соревнованиях. Игры проходят на полях спортшколы Александра Маркарова. Открывали сезон учащийся столичной гимназией номер 13. В этот день трибуны были переполнены. Поболеть за детей пришли их родители, одноклассники и учителя. Девочка у нас первый раз играет. Такого опыта не было до сих пор. А мальчики играют каждый год. А девочка хочет себя попробовать. Вообще она гимнастка. Но сегодня я футболистка. Они друг друга болеют. Мальчики за девочек болеют. Девочки за мальчиков болеют. Мы их сплотили и стараемся сплотить. В четвертом сезоне проект охватил 809 школ со всех 52 муниципалитетов республики. Шеф-Элл послужит для детей трамплином в большой спорт. В этом уверены организаторы турнира. Поддержать учащихся пришли представители органов власти и известные спортсмены. Сергей Олегович Меликов, наш глава республики, он контролирует практически весь процесс, который проходит сначала школьный, а то муниципальный, республиканский и финальная часть. Я вам всем желаю, чтобы вы попали в обязательном порядке в республиканский этап и заняли первое место и вышли уже в Москву. На поле вышли ученики всех 11 классов. Среди них 13 команд девочек. Прошли игры хорошо. Целый день были на поле. Сегодня пришли поболеть девочки, одноклассники, учителя, поддержка была, родители, поддержка была, все было хорошо, нам понравилось, главное, и поиграли. Мы сидели с командой и просто молились, чтобы мы выиграли. Первый тур мы выиграли 2-0, и второй тур тоже 2-0. Третий мы уже думали, что это финал мы выиграли, но потом, когда мы играли настоящий финал, просто это было счастье райское. Ну да, мы вообще думали, что мы проиграем в этом раунде, просто один гол забили. Главное верить в себя. Будете еще играть? Да. По итогам турнира в каждой возрастной категории были определены чемпионы и призеры. Сильнейшие команды школьного этапа представят свои классы на муниципальном уровне. Курбан Рагимов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.